5 февраля в Украину с рабочим визитом прибудет глава внешнеполитического ведомства США Джон Керри. Это сообщила представитель Госдепа Дженнифер Псаки. По ее словам, визин госсекретаря США будет свидетельствовать об устойчивой поддержке Украины и ее народа. Представитель Госдепа подчеркнула, визит Керри в Москву пока не планируется. После поездки в Украину госсекретарь США примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 6 по 8 февраля. НАТО необходимо укрепить восточный фланг из-за событий в Украине. Такое мнение выразила премьер-министр Польши Эва Копач по итогам французско-польских консультаций в Париже. По ее словам, необходимо как можно быстрее ввести в действие решение саммита НАТО в Ньюпорте. Копач также отметила, обе страны соглашаются, что сейчас нет предпосылок для ослабления санкций Евросоюза в отношении России. В свою очередь президент Франции Франсуа Алан подчеркнул, минские договоренности нужно выполнять и следует искать политические пути урегулирования ситуации на востоке Украины, хотя и признал, пока они не найдены. Министерство финансов США объявило несколько новых исключений из санкций против оккупированного России Крыма. Теперь из Штатов можно перечислять определенные средства частным жителям Крыма на некоммерческих личных началах, за исключением тех лиц, на которых наложены персональные санкции. Другое исключение предусматривает возможность резидентам Крыма, на которых наложены персональные санкции, пользоваться счетами в банковских учреждениях США при условии, что финансовые операции имеют частный, а не деловой характер. Инструмент, который считают святым Граэлем среди электрических гитар, уйдет с молотка. Это первая электрогитара с цельным корпусом от компании Gibson. Прикоснуться к частичке истории рок-н-ролла или заполучить ее будет возможным на аукционе в Нью-Йорке. Он намечен на середину февраля. Название инструмента – «Черная красавица». Сколько за нее выручат, неизвестно. «Если бы это был третий, четвертый или пятый подобный аукцион, и на них бы мы продали один или два подобных инструмента, тогда бы я сказал – да, мы заработаем столько-то долларов». Корпорация Gibson разработала инструмент совместно с джазовым гитаристом Лесом Полом в 1952 году. «Многие считают, что благодаря этой гитаре зародился рок-н-ролл. Без этого инструмента сегодня рок-н-ролла бы не было. Вот насколько она значима». В аукционном доме говорят, гитара не включает каких-то редких или дорогих деталей. Ее основная ценность – история, стоящая за ней. «Это не самая прекрасная в мире гитара, и дерево, из которого она сделана, не самое лучшее в мире. Но суть не в этом. Суть в том, что она олицетворяет прорыв в создании чего-то нового, что изменило мир музыки». Всего на торги выставят 15 слотов. Среди них будет инструмент известного гитариста Чета Атлинса, который также помогал разрабатывать Лес Пол. Кроме того, с молотка уйдет студийное оборудование Пола, а также его записи и микрофоны. Известный канадский альпинист Уилл Гатт стал первым, кому удалось подняться по отвесной редяности, не частично замерзшего Ниагарского водопада высотой 53 метра. 47-летний Гатт использовал только стандартные скальные крючья и кошки. Альпинист рассказал, восхождение было нелегким, поскольку замерзшая поверхность состояла из слоев льда и снега. Субтитры создавал DimaTorzok